27 июня 2019 года около 2.20 на улице Паши Савельевой в районе дома 62 города Твери 34-летний водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие, бетонный блок. С последующим наездом на припаркованные без нарушений правил дорожного движения в месте проведения дорожных работ, обозначенном дорожными знаками, автомобили Scania и Mercedes с полуприцепами. В результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних пассажиры транспортного средства Лада Гранта, 15, 16 и 17-летние мальчики-подростки, а также 14-летняя девочка. С травмами все пострадавшие и доставлены в медицинское учреждение. Водитель Лады Гранта познакомился с несовершеннолетними около магазина и затем решил их прокатить на автомобиле. При этом мужчина в течение прошлых суток употреблял алкоголь и искал место, где можно купить его в ночное время. По предварительной информации, дети также находились в состоянии опьянения. А вы, получается, сначала решили столкновение с бетонным блоком? Ну, скорее всего, да. Я даже не понял, я говорил, я увидел самый последний момент. Я пытался уйти, поехал влево, в сторону автомойки, стеклопластика, чтобы уйти. Асфальт был мокрый, тем более он новый, бетонный. Машину понесло и вот результат своей обеспеченности. Ну, ничего, киньего попили, молодая компания повязалась со мной. Поехали, попал, увидел знаки. Точнее, увидел, но уже поздно было. Вы ехали с разрешенной скоростью? Может быть, превышало, я ехал 80 км в час. Машина больше не позволяет, так как машина новая, например. А каким образом вы, совершеннолетние люди, к вам в машину попали? Гуляли у них, то ли день рождения, то ли, я не знаю, выпуск, май, там в школе отмечали. Я не знаю, что у них было. А как вы с ними познакомились? Пиво я покупал, они попросили, чтобы пиво, наверное, купил, что-то такое. Не, не помню, я до этого... Понятно, но, собственно... Если честно, я говорю, я не помню, как это все. Мы уезжались в машину, сказали, что у себя, говорит, машина российская, не едет. Ну, я знаю, я им говорю, то, что я, говорю, я, говорю, выпил, я на машине уже не поеду. А вы тоже употребляли алкоголь перед тем, что я употреблял? Да, я в этот матрицалин. Понятно, а вы что пили? Я пиво пил, коньяк, может быть, пил. Ну, это днем было, до того. Понятно, а вы что отмечали? Да ничего, просто так. Сидели с друзьями, смотрели на дождь и кушали шашлык. Понятно. Не знаю, я не знал даже, сколько им лет, как их зовут, ну, честно. Очень сожалею, что произошло, если бы я знал, они-то не подзадоривали. Я понял. Я просто не знал, даже, ну, честно. Я не знаю, как их зовут, кто это, откуда они. Понятно, ну, а что вы можете сказать родителям этих детей, которые с вами ехали в машине? Ну, что я могу сказать? Да, я виноват. Посадил, это моя безответственность, может быть. Но, а что родителям? Родители сами знают про своих детей. Ну, а они были пристегнуты ремнями безопасности? На переднем сиденье у меня все были пристегнуты. На заднем, я не знаю, честно. Я не видел. На переднем у меня всегда все пристегиваются. Она очень горьким опытом. У меня, тем более, машина новая, она сигналит, если не пристегнуешься. Вот это все. Все были пристегнуты. У меня следы остались, я не знаю. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о происшествии будет передана в подразделения по делам несовершеннолетних, а также в образовательные организации, где обучаются несовершеннолетние.